Депутаты рассмотрели повестку дня, включающую 15 вопросов. Они признали полномочия своего нового коллеги Игоря Тарана, избранного 10 сентября по Гастагаевскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 20, и включили его в состав фракции партии «Единая Россия». Традиционно в канун Дня города депутаты утвердили кандидатуру анапчан, достойных различных наград. Большинством голосов принято решение присвоить звание почетного гражданина города-курорта Анапа, директору ООО «Фея» Федору Янишогла, единогласно директору санатория «Аквамарин» Георгию Сингерову. Еще один вопрос о дополнительном финансировании мероприятий по предоставлению жилья детям-сиротам. Муниципалитет получит из краевого бюджета субвенции на приобретение квартир, но рыночное предложение существенно отличается от социальной нормы. Стоимость одного квадратного метра в соответствии с приказом Минрегионразвития на текущий год составляет 36 032 рублей. На территории муниципального образования в соответствии с действующим постановлением администрации стоимость квадратного метра составляет более 48 000 рублей. В администрацию поступило коммерческое предложение по равной спецнорме цене, но отличающуюся в площади квартир. На покрытие расходов необходимы дополнительные полтора миллиона рублей. Депутаты утвердили сумму. О бюджетной политике и повел речь исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков в заключительном слове. Он обратился к депутатам с призывом занять более активную позицию в решении ключевых для города-курорта вопросов. Нам нельзя с вами сегодня и завтра бездумно, бездумно тратить деньги. Сегодня можно говорить о том, что бюджет не резиновый. Но если бы мы говорили о том, что мы собрали весь бюджет тот, который нужен, у нас есть вопросы к налоговой инспекции, с Татьяной Дмитриевной мы разговаривали. У нас вообще есть к людям вопросы, которые не всегда все оплачивают и платят. Поэтому мы попадаем в такую рамку, где нам не хватает денег. Раз нам не хватает денег, то мы с вами все вместе не можем заниматься благоустройством, улучшением города. У нас начинаются местечковые решения вопросов только на месте. Вот тут лампочку прикрутили, вот тут ямку заделали. Но послушайте, это город-курорт, у нас с вами должен быть какой-то запас рез. Поэтому благодарю вас за ту работу, которая была есть и давайте немножко перестроимся с вами в другое русло, немножко займемся делом для города. Юрий Федорович подчеркнул, он намерен сплотить депутатский корпус в работе на пользу городу и анапчанам.